доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели после выходных снова мы на площадках друзья потому что рынки не дремлют эта неделя заготовила нам уйму фундаментальных отчетов серьезных буквально по каждому инструменту которыми мы спекулируем поскольку по большей части из них можно коснуться наших ценовых ориентиров пришло время снова подключаться к активным торговым сессиям и разумеется открывать новые позиции в расчете на то что и они также принесут профи друзья поэтому попробуем зайти именно со стороны всех инструментов я дам рекомендации сегодня по большинству активов которые мы обычно разбираем ну а по тем по которым не дам значит идеи будут чуть позже текущая неделя я даже не знаю за какой отчет нужно взяться первым и о чем нужно поговорить в первую очередь потому что у нас и по еврозоне соответственно по тому что будет с евро и тому что может повлиять на евро достаточно фундаментальных поводов это темпы экономического роста это данные по инфляции в принципе переоценивать не нужно и не первое и не второе что касается доллара друзья то у нас рынок труда поскольку первая пятница месяца значит разбираем очередной релиз нон фарм пэрл сначала у нас будет отчета и дипи также среду помимо статистики по американскому рынку труда частной оценки дипи будет еще и заседание федрезерва а с пресс-конференции джерома паула очень важно сейчас получить нам какой-то новый ориентир по комментариям потому что думает федрезерва собственной монетарной политики потому что мы несколько уже застоялись в старом фоне ничего не менялось и вот мы по сути высасывали из пальца то что можно было бы использовать в качестве топлива в данном случае для нашей идеи это идея которая предполагает снижение американского доллара по британцу тоже заседание регулятора это и ставкой объем выкупа активов и прогнозы по экономическому росту инфляции голосование поставки это важно распределение голосов мы как всегда анализируем справительное заявление все это в четверг друзья как вы знаете по англии с некоторых пор ну в принципе уже довольно давно такие отчеты все а собираются в рамках одной торговой сессии мы называем этот день обычно это четверг супер четвергом в общем будем следить конечно же из-за британской валютой политические страсти обнискал то что они поутихли мы вроде бы как разобрались уже что будет и должно быть по бразиту дальше просто ждем теперь когда ситуация разрешится но параллельно понимаем что политические страсти будут только накаляться потому что сейчас оппозиция да и не только оппозиция даже однопартийцы действующей партии власти в англии спят и видят как же сместить с поста действующего премьер-министра англии терезы мы помимо этого будем следить и за канадцам хотя мы уже сделали цель друзья я думаю что нужно переоткрываться в расчете на то что канадская долл канадская валюта будет ослабить и в принципе у нас на этой неделе темпы экономического роста которые должны нам помочь потому что на мой взгляд этот отчет очень сильно разочарует это скажем крупными мазками друзья по на событиям за подробностями я приглашаю вас сегодня на вебинар я надеюсь то что в этот раз обойдется без технических трудностей мы сможем его провести поэтому если есть возможность конечно же по присутствуйте в 16 30 по московскому времени это онлайн соответственно мероприятие вы можете задавать ваши вопросы с большим удовольствием попробую на них ответить но теперь друзья давайте посмотрим что у нас впереди и я имею ввиду в рамках текущей торговой сессии тоже отчетов будет достаточно но я предлагаю прежде всего обратить внимание на динамику личных доходов и личных расходов 15-30 по московскому времени потому что после того как вышли пятничные данные по темпам экономического роста которые удивили всех без исключения пессимистов и оптимистов нужно разбираться что не так почему такие цифры и действительно ли они соответствуют реальности что же привело к такому безудержному роста но сразу хочу сказать друзья то что статистика то вышла очень хороший а доллар не отреагировал и более того доллар по итогам уже того что мы видим сегодня по итогам того как была закрыта пятница даже снизился это еще раз мотивирует нас копнуть поглубже разобраться в ситуации понятия что же все таки для доллара будет определяющим дальше почему рынок предпочел проигнорировать такой обнадеживающий релиз по темпам экономического роста за на 1 квартал давайте поговорим чуть подробнее про основные инструменты которые мы традиционно разбираем в рамках каждого брифинга также я сегодня попробую побыстрее я думаю что детали у нас будет хватать позже на неделе уже приурочены к актуальному новостному фону и изменениям мы только начинаем неделю то есть все самое интересное впереди но все равно у нас есть чем работать потому что бренд снижается 7060 это лу который был зафиксирован в пятницу 71 19 сейчас фактически мы говорим о том что котировки нефти только за одну торговую сессию потеряли больше трех процентов давайте вспомним что мы обсуждали с вами под закрытие прошлой неделе мы говорили что на рынке присутствует и покупатели продавцы есть шансы и у первых и во вторых но покупатели никак не решались на тест отметки 75 долларов за баррель даже несмотря на то что над мировой экономика нависла угроза дефицита предложений мы тоже порассуждали с вами пришли к выводу что скорее всего причина почему покупатели не готовы сейчас отправиться точнее накинуться агрессивно на покупки и сделать этот уровень связано с тем что сам риск он возможно а переоценивается ведь с одной стороны да действительно без ирана если в конце концов никто больше не будет работать с тегераном поставкам углеводорода для ирана без ирана мировая экономика может не засчитаться дополнительно там даже чуть больше одного миллиона оба это а много но мы помним то что ряд стран опек даже со ссылкой на комментарии смо трампа готовы обеспечить рынка необходимым объемом это вот как идея почему участники рынка все-таки не нашли должной поддержки в том что мы обсуждали на прошлой неделе чтобы в моменте именно отправиться к отметке 75 долларов за баррель также друзья помимо того что мы обсуждали по этой сделке я предложил вам еще такую идею что может быть покупателей будет сдерживать простая идея и понимание того что если страна опек увеличить производство нефти то это поставит под сомнение продление сделки энергетического пакта на второй полугодии может быть даже приведет к тому что эта сделка как соглашение в принципе будет свернута до конца уже первого полугодия поскольку роста нефтедобычи странами опек это нарушение в принципе обязательства это сделки я без соблюдения их обязательства в принципе какой смысл а в ней вот почему участники рынка и продавцы на самом деле с энтузиазмом восприняли такой подход к оценке новостного фона поскольку ситуация вокруг ирана скажем так где фигурирует сша как возможно главный персонаж может привести к вообще развал этой сделки а между прочим энергетический пакт поддерживал котировки нефти с начала 2019 года что будет без него никто не знает друзья и возможно еще одним а может быть и не последним а первоочередным триггером для снижения цен в пятницу выступили очередные словесные интервенции трампа в частности трамп призвал опека снизить и цены об этом он сообщил всем известным собственном твиттере и интересно друзья что волстрит журнал попробовал разобраться в этой ситуации через источники вышел непосредственно и на а главу опека и на лидирующей страны этого картеля чтобы получить подтверждение так это или а нет и в итоге доказательства того что а трампа имел якобы телефонный разговор а с тем же самым баркинда их фактически а не было поскольку они отрицали это ну наверное это делает еще больше чести трампа потому что он реально доказал свой а статус манипулятора без каких-либо конкретных действий просто элементарными сообщениями в твите которые не опирались ни на что несколько слов привели к обвалу того что происходит на рынке нефти и наверное друзья если бы мы все-таки с вами задались вопросом и попытались понять имеет ли трампа возможности очень сильным полить котировки нефти мы пришли к выводу что имеет достаточно только словесных интервенций а если он придет к активным действиям что это может быть и можно смыть позицию по ирану между прочим по санкциям по венесуэле достаточно тоже чтобы вернуть на рынок оптимистов и стоит забывать про стратегические запасы а сша которые время от времени как висящее ружье стреляют в данном случае и оказывают когда это нужно когда уже ни на что не остается надежд оказывают определенное серьезное влияние на происходящее на рынке ультодородов но в данном случае через снижение цен поскольку все-таки эти инструменты еще не задействованы и а трампа использует точнее идет по пути наименьшего сопротивления чтобы влиять на котировки видимо цены еще устраивают а как быть друзья дальше у нас есть как а срочная покупка я думаю что если мы все-таки окажемся ниже 70 ее нужно будет закрыть ничего страшного там мы заранее заходили небольшим объемом в расчете на попытку урвать вот этот спекулятивный рост а у нас все равно еще держится короткая позиция потому что мы также вовремя точнее мы готовы собственно приступить к на продажам уровне как раз уже очень близки чуть ниже 70 50 мы будем собственно открывать сел уже в расчете на то что котировки уйдут в район возможно даже 65 в общем активности на этом рынке с нашей стороны еще только впереди мы следим за фоном и пока вот он такой как я обрисовал доллар иена 111 59 друзья как я уже отметил темпы экономического роста произошли ожидания всех без исключения 32 процента это оценка первого квартала против показателя которые мы видели ранее 2 и 2 серьезный прирост однако американская валюта не укрепилась потому что участники рынка пришли к выводу что единственным катализатором этого отчета выступили последние данные по заказам товара длительного пользования они были на редкость очень хорошими в принципе даже поговорили какой-то статистической ошибки и если убрать опять же вклад заказов на товар длительного пользования из показателя овп то кажется что цифры гораздо гораздо а скромнее как раз склонен полагать что действительно реальные цифры соответствуют показателю которые мы бы видели если бы скорректировали показатель и попробовали бы его разобрать без заказов на товар длительного пользования а на этой неделе катализаторов много друзья я даже не знаю на что нам стоит обратить внимание либо на пресс-конференцию джерома паула либо на нон-фарм пелс но поскольку это событие которые в хронологическом порядке будут греметь на площадках сначала у нас заседание федрезерва потом уже в пятницу нон-фарм пелс я предлагаю сохранять короткие позиции потому что уверен что с одной стороны у нас джером паул скорее всего снова будет говорить о важности в ожидательной позиции повторить риторику свойственную ему уже несколько заседаний подряд то что ставки повышаться не будут это конечно же негатив для доллара и в пятницу нон фарм пелс я в принципе жду такие же не очень хорошие данные как и в прошлый раз а поскольку в прошлый раз мы с вами обратили внимание на скромные темпы роста заработных плат но целых одна десятая процента было со мной четырех если в этот раз ситуация ухудшится то тогда друзья я буду прав в плане того что и рынок труда теперь начинает представлять определенную угрозу для экономики для доллара потому что рынок труда более не оказывает вклада в рост на точнее буксует и не показывает тех результатов которые были раньше ведь раньше все верили что этот восходящий тренд на рынке труда он не сгибаемый он будет развиваться только как по кривой вверх и все будет именно а в таком это ракурсе но на самом деле я изначально статистику не переоценивала сейчас мы начинаем все больше работать с фактами того что охлаждение все-таки характерные для этого сектора евро против доллара друзья лоу прошлой недели 1110 я предлагаю сделку целый лимит отметки 112 10 сейчас котировки примерно 1157 мы получаем каждую неделю вновь и вновь аргументы указывающие на то что евро будет снижаться то что сейчас европейская валюта растет нормально это развитие нисходящего тренда когда я вам много раз уже говорил борьба между покупателями и продавцами это неотъемлемая его а сейчас инициатива пришла к покупателям чуть заберемся повыше потом начнутся опять распродажи как только появится новый катализатор и таким катализатором я вижу либо данные по ввп завтра либо пятничный отчет по индексу потребительских цен и в первом во втором случае уверен то что нас ожидают цифры хуже чем в прошлый раз и случае снижения ввп и падения базовой инфляции это будет сигналом пользу того что европейская валюта останется самой наверное крутой идеи в плане продаж с точки зрения контраста отыгрывания контраста монетарных политик и цб и федрезерва то есть здесь так все очевидно что мне кажется не приобщиться к этим сделкам по меньшей мере даже глупо и кроме того европейский центральный банк а в пятницу сделал заявление о том что через отдельно конечно же представители и это не драги о том что ставки скорее всего останутся низкими даже и в следующем году я в этом не сомневался фунт против доллара 129 35 сделка также друзья с целый лимит уровень 129 70 ждем супер четверг и делаем акцент на возможный пересмотр прогнозов по экономическому росту если до четверга мы не получим каких-то негативных комментариев по брэкзиту что в принципе и может быть и может быть совершенно иначе я допускаю что рынок еще не раз будет возвращаться к теме вот ему недоверие терезы мы то тогда будем ориентироваться уже непосредственно на четверг но допуская то что снова можем подпринять попытку подобраться к уровню 128 и раньше остались против доллара 070 56 сейчас котировки предлагаю сделку со стоп с уровня 070 30 в расчете на то что пара двинет ниже поддержки 070 и будет уже ориентироваться на уровень 068 про австралийца говорил уже очень много друзья мы получили железобетонное свидетельство того что резервный банк австралии будет смягчать монетарную политику через снижение процентных ставок после того как поручили крайне удручающий отчет по инфляции он был пересмотрен сразу на точнее ухудшен на 0,5 процента аналогичная ситуация по новозеландцу но пока что давайте в нашем пуле в нашем портфеле оставим одну валюту стран океане чтобы в случае чего опять же не нести потери сразу по а двум позициям по доллару канадцу 13450 сделка buy stop с уровня 13470 во вторник выйдут данные по темпам экономического роста канада ожидания слабые 0,1 процента с 0,3 процента ранее на прошлой неделе состоялось заседание банка канады в ходе которого регулятор пересмотрел прогнозы по экономическому росту прогнозы по инфляции и признал то что отказывается от приверженности политики жестких процентных ставок потому что экономическая конъюнтура ухудшилась настолько что в пору задействовать экономические стимулы даже снижение процентной ставки поэтому каждый отсчет это триггер для снижения курса а канадца вот и ориентируемся друзья на то что пара кажется выше уровня 1 35 и даже если не статистика на поможет то уж точно нефтянка которая сейчас находится и движется в том направлении то есть снижается которая как раз является еще одним фактором распродаж канадского доллара на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой недели не забывайте что с учетом того календаря который озвучил будет что нам анализировать и разбирать и волатильность будет значительно контролировать риски это как и всегда превыше всего всего доброго до свидания